Раскрытие данного преступления, совершенного в условиях неочевидности и вызвавшего широкий общественный резонанс, представляло особую сложность в расследовании. Так, на первоначальном этапе органы предварительного следствия располагали лишь незначительными данными, полученными в результате осмотра места происшествия субъективным портретом лица, совершившего преступление. Используя имеющие сведения, следователь регионального следственного комитета и оперативные сотрудники ОМВД России по Тверской области и по городу Твери провели комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых на причастность к совершению данного преступления проверялись сотни мужчин. В результате кропотливой работы следствия и органа дознания установлено причастность к совершению данного преступления 52-летнего жителя Калининского района Тверской области, который оперативно был задержан в установленном законном порядке. В настоящий момент предварительным следствием установлено, что обвиняемый увидел одиноко идущую по улице девочку. Сопроводив ее до дома с разрешения ребенка, он зашел в ее квартиру, где представился работником санпидемстанции и под предлогом осмотра на предмет эпидемии часотки осмотрел малолетнюю, попросил потерпевшую показать обнаженные подмышки и колени. Сфотографировав интимные части тела девочки, обвиняемый покинул место происшествия. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент в отношении обвиняемого избрана меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 декабря 2017 года. Свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления обвиняемый признал, при этом сообщил следствию о том, что им совершен еще ряд аналогичных преступлений на территории города Твери. В настоящее время показания обвиняемого проверяются следователями и сотрудниками уголовного розыска, а расследование уголовного дела продолжается.